Небольшое старинное кирпичное здание в центре города сразу приковывает взгляд и неспроста. Это одно из четырех исторических строений Одинцова. Построено в 1887 году как рабочая контора купца Василия Ивановича Якунчикова, крупного предпринимателя и владельца лучшего кирпичного завода России. В основном Василий Иванович жил в Москве. Также у него было загородное имение в Веденском. Сюда он приезжал и именно работал, распоряжался кирпичом и прочее. Данное здание именно было рабочее, то есть здесь работали люди. Бухгалтерию они вели. Где именно располагался сам кабинет Василия Ивановича Якунчикова, мы не знаем, потому что не сохранилось ни документов, нет каких-то архивных данных. То есть, собственно, нам досталось здание и уже чуть позже его реконструировали. После войны и вплоть до 80-х годов здесь было общежитие. И только в 89-м по инициативе Александра Андреевича Пузатикова его комнаты заполнили экспонаты Одинцовского историко-краеведческого музея. Сегодня это здание не только хранит историю нашего края. Здесь проходят важные культурные события и выставки. Эта выставка называется «Все яблоки, все золотые шары». Название она получила по цитате любимого поэта Анны Миссерер Бориса Пастернака. Здесь картины посвящены рождественской тематике. Посмотрите, они светлые, умиротворяющие, дарящие покой. Александр Миссерер в основном на религиозную тематику рисовал свои картины. У Анны ближе к домашнему уюту и пейзажей, которые она видит из дома, из своего дома, из окна. Светлые, умиротворяющие, воздушные. Увидеть картины семьи Миссерер – большая удача, говорят работники музея, и очень гордятся этой выставкой. В центральном зале экспонаты, посвященные народным промыслам. Часовой промысел, центр его находился в селе Шарапо. Великолепные часы, кстати, это подлинные шараповские часы, которые произведены на фабрике Григория Афанасьева. Это, собственно, человек, который принес этот промысел в село Шарапово. К началу 20 века на промысел работают практически все окрестные деревни. Дети плетут цепи, женщины занимаются какими-то элементарными операциями по сборке. Мужчины делают металлические корпуса, мужчины делают деревянные корпуса. Часовое дело, лазоплетение, изготовление струнных музыкальных инструментов. Неплодородные почвы, скудный урожай – когда-то это заставило крестьян придумывать и развивать ремесла. Почти все промыслы нашего края были широко востребованы не только в России, но и во всем мире. Шиховская гитара расходилась по всей России. Почему? Она была конкурентна по цене. Если ленинградские киевские гитары стоили дорого, то шиховская гитара стоила 7 рублей. И поэтому, даже имея не совсем приличное название «Дрова», шиховская гитара была распространена по всем туристическим кемпингам Советского Союза. К сожалению, ни один из промыслов не сохранился до наших дней. Лишь экспонаты музея могут рассказать об уникальных талантах наших мастеров, о традициях и культуре наших предков. Под иконой во главе стола, естественно, сидит хозяин дома. Если принимаются гости, то по правую руку от хозяина сидит наиболее почетный гость. Если принимает пищу семья, то по правую руку сидит старший сын. То есть, опять же, в русском быту все было достаточно регламентировано, расписано. Это было не просто так. Это было и почитание родителей, это было и нужное в работе, в жизни соподчинения, которое просто помогало семье выжить в достаточно непростых условиях крестьянского труда. О русском быте, семейных традициях, деревенской жизни и укладе в русской избе можно наглядно узнать в одной из комнат музея. Подлинный сруб, вывезенный из деревни Устье Одинцовского округа. Зыбка или колыбель конца 19 века. Бесценные предметы и вещи приносят и дарят музею сами горожане. Сохранить историю и культуру родного края – задача каждого из нас. А сотрудники Краеведческого музея с радостью ждут посетителей, чтобы передать свои знания об Одинцовской земле. Полина Бахова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.